Более двух десятков военных из Германии прибыли в столицу Литвы. Их лично сопровождал главнокомандующий армии ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс. Как сообщает Deutsche Presse Agentur, в этом году в Балтийское государство отправится около 150 солдат. Официальное формирование 45-й танковой бригады завершится в 2025-м. Наше решение разместить бригаду на постоянной основе на восточном фланге НАТО является беспрецедентным. Мы берем на себя ответственность и лидерство в НАТО. Мы показываем нашим литовским партнерам и нашим союзникам, что мы на их стороне. Мы поддерживаем обещания Североатлантического альянса один за всех и все за одного конкретными действиями. Группа военных, как сообщил главнокомандующий армии ФРГ, состоит исключительно из добровольцев. Есть военные из Швеции, Норвегии, а также Нидерландов. Это впервые, когда немецкие подразделения размещаются на постоянной основе за пределами Германии. Это будет самый большой центр обслуживания иностранных граждан, который когда-либо был у Бундесфера. Поэтому это очень, очень крупный проект. И, конечно же, мы ожидаем, что инфраструктура, а также учебные заведения для наших солдат будут доступны. Они смогут разместить их здесь, потому что мы хотим сдерживать здесь потенциального противника. И часть сдерживания заключается в том, чтобы мы были в состоянии показать и продемонстрировать наши возможности. Бригаду, которую размещают в Литве, полностью укомплектуют к 2027-му. Ее численность будет достигать 5000 человек. Это 4800 военнослужащих и 200 гражданских специалистов. Ранее глава МИД Литвы Габриэлю Сландсбергес предупредил, Россия может внезапно напасть на НАТО. Потенциальными целями могут стать страны Балтии. Немецкая надежность очень-очень важна для нас, для всего региона, а также для наших отношений между Литвой и Германией. Я также хочу сказать, что 85% литовского общества поддерживают военное присутствие немецких солдат. Мы сделаем все, чтобы ваши солдаты чувствовали себя в Литве как дома. В Кремле на появление военных бундесфера в Литве отреагировали нервозно. Сразу заявили о якобы нагнетании и эскалировании напряженности. Также пресс-секретарь Путина Песков пригрозил некими ответными мерами. Если к этому мы действительно придем, к тому, что будут военные действия на границе НАТО-Россия или НАТО-Беларусь, то это будет такая проверка, а насколько серьезно вот этот альянс. Поэтому я думаю, что и может быть этого в конечном счете не будет со стороны России, такая проверка, потому что это может привести для России к открытию второго фронта, что сейчас России, наверное, невыгодно. Напомню, министр обороны Германии ранее заявил, что Берлин должен осознать всю опасность потенциального военного конфликта с РФ. Поэтому Германии необходимо вооружаться. Никита Скобликов для телеканала Freedom.